Так, хорошо всем видно. Я думаю, заодно покажу вам, как я это все делаю. Да, сырники мои, творожники. Смотрите, какой купила чай в водчике. Чай сбор травяной, хвощ полевой, гибискус, шиповник, антиоксидантный. Значит, что он делает? Вот, выводит жидкость из организма, противовоспалительное действие и обладает антиоксидантными свойствами. Просто я хочу, так как я на неделе хочу, ну, так же, да, соблюдать, так скажем, диету булочную. Вот, хочу чай пить именно вот такой травяной, чтобы мне не хотелось взять там булку и так далее. Вот, и в пакетиках вот такие. Ну, травка пахнет. Попробуем. Попробуем, будем пить правильно. Потому что мне нравится состояние легкости. Так, что мы делаем? Взбиваем яичко. Я буду так издалека, наверное, ну, чтобы было удобнее. Вы же понимаете, как взбивать яичко одно. Пьем водичку. Кофе я уже попила. Ну, да, может быть, так будет лучше. Ну, тут у меня просто лапа стоит. Девочки, вот видите, в принципе, у меня такая же лапа, но не круглая, а вот она такая обычная. Ой, извините. Вот видите, вот она. Вот она так делается. Хоп. И три режима. Желтый. Более мягкий. И вот сильный. В принципе, мне, может быть, и круглая-то не нужна. А может, и нужна. Так. Нормально, да, Винка? И всегда покупаю две упаковочки. Значит, первая упаковка – это масса с ванилином. То есть она сладкая. Вторая упаковка – это сам творог. Беру пожирнее, но вот был 5%. Вот просто творог. Не сладкий. Поэтому я их сюда добавляю и не беру ни сахара, ни соли. То есть сахар получается от массы. И вот прям тютелька в тютельку то, что надо. А потом я все выброшу. Это, как я смотрю, иногда блогера Адамян. Савелий Адамян. Да. Ну, он такой уже, там, миллионник. И он открыл, конечно, трэш-вый контент у него. Но мне иногда приятно, смешно на его маму посмотреть. Она такая смешная, такая непосредственная. Вот, у него, значит, канал, где он именно, называется, пальчики оближешь. Это, значит, его котик облизывает его пальчики. Вот. За то, что он вкусное делает блюдом. И он там всегда, он готовит, да, это кулинарный канал. И вот у него раковина, он туда все, там, и очистки все. Думаю, господи, что же там, как же ты потом убираешь это? Теперь сама понимаю, что очень удобно. Не каждый раз наклоняться в мусорное ведро, да, там выбрасывать. Так, ну ладно, отступление. И вот эту массу я перемешиваю очень хорошо. А потом добавляю муку на глаз. Секрета, конечно, никакого нет у меня. А, еще разрыхлитель. Секрета никакого нету. Но я их называю чистые сырники, потому что я их не катаю. Вот как мама, помню, аж прям, прям кладет там. У меня такого нет. Вот. Во-первых, я использую не так много масла, как у мамы. Я помню, аж прям, там, наливала, чтобы они прям утопали в этом масле. Вот. И вообще я хочу перейти, правда, я купила все равно еще новое, оливковое. Но хочу перейти вот на кокосовое. Хочу почитать, как там на нем готовить. Не дает ли кокосовое масло запаха какого-то. Потому что темка тогда не станет вам есть. Так, девочки, все хорошо взбиваем. Вот у меня параллельно тут разобрана кровать. Вот он ушел. Я когда встаю, ну вот на выходных говорю, ладно, иди там туда, к себе, а я тут буду уже колобродить. Вот спал. Для него это прям праздник. Вечером почитал, все читает. Так. Мука у меня самая простая. Раньше я что-то с ситечком там сейчас. Мука. Значит, сколько выходит. Мы любим такие поплотней. Сначала начинаем с двух ложек. Перемешиваю. Аккуратненько уже. Сейчас посмотрю, все там видно. Так. И вот он уже у меня воздушный такой. Прямо я с мукой мешаю. И вот получается воздушный. У меня уже есть такие видео на канале. Ну просто я так понимаю, что хочется чего-то новенького. Ну, понимаете, у меня тоже вот когда любимый какой-то там блогер, да, вот. Я же на что-то хочется, может быть. Вот она говорит. Я вот там готовлю, и все. Ей не показывает. А у меня есть старые видео на канале. Ну и хочет. Ты же не повезешь туда старые видео, да? А новые с удовольствием посмотришь. Потому что все равно она о чем-то новеньком и говорит. Да? Под эту готовку, например. Так, ну в принципе, вот уже как-то двух лужек хватило, не знаю. Так. Чуть-чуть разрушителя. Так, это у меня кудра сахарная. У меня разрушителя нет. Как-то... Ванили. Вот так. Вы видите, линейки. А, нет. Вот что-то у меня всякое тут для выпечки. Желатин. Дрожжи. И дрожжи. Все, нет. Ладно, будем разрушить. Вот я так, значит, делаю. Потом я беру Наливаю водички. Так, сейчас сначала поставим. Поставим. Чтобы нагревалось. Так. Ну что, хватит нам или чуть-чуть еще добавить. Еще добавлю, чтобы уж Тёмка стоило. Ел с удовольствием. А так творог, как вы видите, не едим. Как-то я молочного ничего с детства не ела. Ну и как-то Тёмку отвечу. Конечно, это очень плохо. Ну, творог хотя бы так езжу. Так, у меня, если там будет шуметь, так это у меня стиралка. Вот смотрите. Теперь, чтобы не прилипало, вот такая масса получилась у меня. Чтобы не прилипало, я окунаю в водичку ложечку. С вилочкой убираю. И приминаю вот так. Приминаю маску эту нашу. Это я вам рассказываю долго. А так, 15 минут и готово. Вот так у меня получилось. И теперь ложечкой, вот когда подогреется масло, я просто буду вот так трать капельку отсюда. Такая капелька. Хоп! И на сковороду. Все. И это будет у нас уже творожничек. Так, а как все это делается, подогревается, то я убираю. А, еще уборки, да ладно, не буду убирать. Вот купила пятерочки соль такую, но не было совсем круглой и йодированной какой-нибудь. Интересно. Я обычно в окей покупаю какая-нибудь там вот крупная, просто морская пищевая. обычно я люблю там яидированную с йодом, да. Так. И вот я насыпаю сюда. Откручиваю штучку. Я вот без этих уже не могу, которые в мельнице, да. Но вот эту штуку всегда неудобно вытаскивать. Как-то застревает. Это как ролик, который крутится. Перемалывается. Как его вытащить? Почему он вытаскивается? Заедает. Там видно, сколько попадает. или... Или... Я воду туда помыла, а вот так и потом соль растворилась. о, пошло. Она вот должна вообще сниматься. Видите, вот этот ролик. Такой ролик должен сниматься. Так. И насыпаем. Аккуратненько. вот она прям сразу и проходит. А обычно я беру очень крупную такую срочку, даже там туда прописываю. О, полна коробочка. Так. Эту мы, значит, за... Так. Просыпала соль. К чему? Это... Или мы с мамочкой поругаемся? Да нет. Все надо успевать. Все. И за домом следить. Ну, это как у всех. Ой, нет. Девочка одна написала, что она встает. Пять или полпятого. Восемь она работает. У нее двое детей. Одного в сад, другую в школу. Господи, боже мой. Я говорю... Ой. Просто руки щипят. У меня же это самое. То, что я не хватаю? Почему она здесь? А, потому что здесь соль. Я и пишу, что, ну, наверное, ну, обязательно надо отдыхать в таком темпе. То есть она еще приходит домой, значит. Это надо забрать сначала ребенка, да? А в школе в третий класс. Ну, я понимаю, что многие так живут. Ну, это девочки, это вообще. Я так ждала, пока у меня ребенок начнет сам в школу ходить. так, ну, нормально. Я люблю, когда крупная такая. Вот. И говорю, вам надо отдыхать, конечно же, но надеюсь, бабушки помогают, она напишет, нет, справляемся с мужем. Обалдеть. Так, ну что? Берем, накладываем. Так, приминаю я. Ой, как все хорошо видно, обзорчик. Опять беру, вот так. Халавысь. Ой! Темочка встанет, у тебя сердечки готовы, ой, господи. А ничего, что 11 часов уже? Сейчас пойду его будить, чтобы уроки делал. Троек нахватался на этой неделе, но я уже, как бы, думаю, ладно. По математике, ну, мы вот с ним разбирали, там какая-то тема прямые пропорции, обратные пропорции, Так, понятно. поняли мы с ним оба, да? Что значит там? Особенно задачи очень мне понравилось прям решать. А вот были там, например, задания, то есть надо, как бы, представить, поставить под эти числа, например, другие числа. Ну, короче, пропорции это то, что одна, если одна величина, если прям пропорциональные величины, если одна величина увеличивается, то вторая величина, да, зависимая от нее, тоже увеличивается. вот, или уменьшается. Ну, то есть, так же действует. А если, например, обратная пропорциональность, это когда при увеличении одной величины, другая уменьшается. Так, все мы это поняли. А когда были, например, задания, вот такое задание, говорю, ну, все мы это вообще. Например, является ли прямой пропорциональностью значит возраст человека и размер его ноги. А это было электронное задание на сайте. Там сразу оценка. Короче, он это все не понял. Я говорю, ну, говорю, ну да, естественно. А ты как ответила? Говорит, а это неправильно. Я говорю, как это неправильно? То есть, чем старше становится человек, у него и нога больше. Нет. Мы давай искать, значит, этот вопрос в интернете. А там написано, типа, нет, не является. Потому что, как-то странно, потому что размер ноги зависит не только, значит, вот эти, не хватило мне места, сейчас я найду для маленького. Не только от возраста человека, но и от роста, веса, ширины, чего-то, масса, ну, тут же четко сказали, возраст и нога. Естественно, ты становишься старше, и у тебя как бы нога увеличивается. Или нет? Она же не уменьшается. Вот если бы они написали, как бы, ну, это и, вот с этим, я, например, не согласна. И откуда ребенок может понимать, что, а, нет, человек же еще может быть, там, и полный, значит, и на габу, хотя у полных людей есть маленькие ножки. Вот это я недопоняла. Вот жалко, нету места, куда впихнуть. Ну, ладно. Не, уже тут не впихнешь. Вот, девочки, вот такие получились. Сейчас я на шестерочке, чтобы они все взялись, потом переверну на пятерочку и крышечкой, и они такие становятся. Сейчас уберу соль, и вот такая пудра у меня. Сахарная. Хорошенькая. Я чуть-чуть посыпаю с ситечком. Вот. А так я, конечно, еще варенье там кладу ему. О, смотрите, как хорошо. Мне сегодня почему-то приснилось, что мама в моем халате. Я такая, говорю, мама, что там и халат-то одела? Она, да. То есть меня не смутило, что мы с мамой проснулись вместе, там где-то живем. Вообще, мне очень страшный сон, вот говорят, да, какой твой страшный сон, и он повторяется. Но сейчас он в ней не снится. Раньше очень часто, когда я, вот я иду, как будто я маленькая, да, даже и не маленькая, в моем, ну, нет, как-то я так помоложе. Поднимаюсь там на третий этаж, вот мама живет на третьем этаже. То есть это в квартире, где я выросла, да, вот. Она там так и живет. То есть школа у меня была, садик, все прям вот рядом, все в одном вот прям. Поле перейти, футбольное, вот моя школа. Тоже очень хорошо. А садик прям вот через площадку, под окнами площадка детская, а сразу за ней садик. И я, ой, мама, мама тогда не работала, но она уже рано не работала, ну, бомба была, соответственно, и вот говорит, ты подходишь к мусорке, к садику, да, мы всегда на выходе из садика, ворот, там мусорка, вот подходишь к мусорке, когда вы гулять, например, идете, ну, а когда детские гуляют? Ну, в четыре, наверное, они уже на прогулку, и вот слышу, встала одна, представляете, вот мусорка, детский сад, везде дети, как меня отпускали. Я, значит, подхожу, вот мелкая такая, пухляк такой, значит, как кукла, и, значит, давай орать. Мам, забери меня пораньше, мам, забери меня, короче, мне там уже, да хватит орать, там кто-то там, и маму, значит, из окна, ладно, ладно, типа, только не ори, иди на площадку. Вот как я манипулировала, то есть, понимаете, вот так, каждый, каждый день, ты слышишь ровно в четыре, мам, забери меня пораньше, ой, ужас. Какое было счастье, девочки, но это, наверное, только потому, что детство. Двор этот, я помню, лето, окна нараспашку, у кого-то музыка орет, там, what in talking, тут, девчонки, у нас такой дружный двор, был столько детей, никто ни за кем, с мамой вообще никто не гулял, то есть, они занимались своими делами. Целая площадка, весь двор детей, мальчишки, девчонки, тут бабушки сидят, вяжут, господи, это такое счастье, это обалдеть, машин не было, то есть, вот эти будки, телефонные стояния, как-то весело, ну, сирень вот так прямо, я не знаю, это такое прямо вот, как, я не знаю, может быть, я так воспринимаю, может быть, кто-то скажет, что детство было там, как безумное там во дворах, я не знаю, я вот так благодарна, то, что у меня такие воспоминания, как-то вот уже говорила, в прямом эфире даже, что человек должен вот иметь вот такое детство, или хотя бы ощущение такого детства, что счастье, вот как-то вот меня прям держит это вот, так что это очень важно, чтобы ребенку вот устраивать такое детство, чтобы он был счастлив, я часто спрашиваю, говорю, Тём, ты счастлив? Ну, естественно, Тёма, с одним телефоном, с планшетом, тут скажем, да счастлив, счастлив, мам, то есть, не в этом счастье, счастье вот, поразговаривать, обняться, куда-нибудь съездить, ну, сейчас потеплее станет, мы и в ЦПК будем ездить, и он говорит, мам, я из детства помню только ЦПКО, я говорю, ну, а что у нас автобус, от моего дома, просто от моего дома, ЦПКО это тоже там, ну, как бы в центре, на Петроградке, центральный парк, культуры и отдыха, там, значит, ну, там такое, культурное место, там разные, во-первых, это парк, где там останавливался, ну, короче, там дача, там кого-то, вот, целые дворцы, я потом почитаю, всё расскажу, так, и вилочкой я переворачиваю, здесь получилось целое видео, я хотела доложить это видео в какое-то, сейчас тогда я выложу вам, вот, в 12 сейчас, загрузится всё, так, вот уже они взялись, поэтому мы переворачиваем, вот они, прелестные получились, так, там уже машинка вовсю, пыгарит, так, вот это ещё, наверное, не очень, вот, вообще я хочу, так как много отзывов, что Питер очень понравился, даже из, извините, грязного окна, Алёнки, да, вот, видите, я как бы не про каждое здание, хорошо бы каждое здание, я бы комментировала, да, ну, как говорится, кто живёт у океана, купается там раз в год, да, кто живёт в столице, бывает там раз в год и мало что знает о городе своём любимом, вот я хочу уже точно, например, про что-то прочитать, да, вот конкретную историю, чтобы потом вам рассказывать, поехать туда, например, с Тёмочкой, и ему будет полезно узнать об этом месте, не просто читать по картинкам, а именно начитаться, понять это, запомнить, простить, понять и простить, вот, и поехать туда, например, можно Петропавловскую крепость, это самое такое тоже место интересное, и там, в принципе, монетный двор, тюрьма, всё, видите, очень, очень приятный душевный город, как бы, монетный двор и тюрьма, вот, я очень люблю Питер, вот, и поэтому, там тем более памятник Петру Первому, где он там сидит, да, непонятного росточка, вот, это, по-моему, этого художника, господи, самый известный, он мне, в принципе, нравился, когда-то он вел даже передачи, ой, неформально это такое, ну, всё, память, в клубочках, и всегда в какой-нибудь, в какой-нибудь берете, блин, забыла, мне так нравился, он, карикатуры, всякие иллюстрации такие, ну, ладно, потом скажу, вот, я хочу так прочитать про какое-то место, и поехать с Тёмой, и сделать для вас экскурсию, но это когда потеплее будет, вот, например, на выходных, вы представляете, как будет интересно, я вообще очень люблю вот такое, вот, если заслушаться, я и на лекциях сидела, вот, если от и до начинаешь слушать, преподавать, не отвлекать, девочки, уходишь в мир, ну, я не знаю, главное вот не болтать, и все девчонки там убежались, чё ты села на первой, они все там на галерке сидели, на посыпи, я говорю, а неинтересно, они, ну, чё ты там села, типа, одна, а я там вообще на первой партии всегда сидела одна, просто заслушалась, так я и математику, вышку сдала на пять, я, потому что слушать надо, а когда не слушаешь, тебе и неинтересно даже, поэтому, вот, начнется у Темы физика, химия, я сразу сказала, Тема, берешь сразу учебник, там учитель ничего не даст, они его просто не слушают, так, вот смотрите, девочки, все перевернуло, ой, какие замечательные получаются, теперь на пятерочку, так, и накрываем крышечкой, и они и внутри пропекутся, и пожарятся, вот, я не сказала, Тема, значит, сразу берем учебник, и будем сами по учебнику, потому что это, все там понятно, расписано, все очень хорошо, главное этим заниматься, говорю, и сразу тебе понравится, если ты сразу, с АЗОВ начнешь понимать, то тебе все понравится, и химия, и физика, и все дальше, так, ну что, значит, допекаем, пойду Темку будить, потом вернусь к вам, возвращаемся, все, они прогрелись, поджарились даже, слишком, так, берем тарелочку, и выкладываем, вот видите, с этой стороны, как они пожарились, сейчас они еще дойдут, где-то ровненькие, где-то неровненькие, но зато руки чистые, не забывайте, я же просто ложечкой их накладывала, все, все, шикарно, и вот последний нож, пиу, все, сейчас мы это замочим, а Аленка просто берет пачку, и вот так, ну как бы с лицом, да, там с мукой все это, и вот эту всю массу, у нее вот маленькая такая сковородочка, и она вот так распределяет по всей, то есть как запеканку делаем, и потом переворачивает, и получается у Ваньки, с одной пачки, вот такой большой, тоже, руки вообще чистые, ничего лепить не надо, вот такой прямо сырничек, творожничек, так, ну что, девочки, посыпем, кудрой, так, я там записываю, чуть-чуть буквально, горячая, ну вот, приятного всем аппетита, быстро и руки чистые, и с Вами поболтала, так, удачно Вам воскресенье, у меня тоже куча дел, я сейчас буду маникюр делать, гладить надо очень много, ну и готовиться, конечно, к встрече с мамой, еще, наверное, выложу, покажу, что я ей купила, а то, наверное, там уже в ресторане, как-то будет сумбурно все, оставайтесь со мной, по-русски, Продолжение следует...